В Шенкенте больше не будет школ и детских садов, построенных в попыхах с серьезными ошибками, на устранение которых вновь потребуются миллионы тенге. Ошибки при строительстве крупных объектов, как жилых домов, так и социальных, теперь в прошлом, уверены в Каске. Представители государственного архитектурного контроля ликуют. Парламентарии их услышали, внесли важные поправки в законодательные акты. Строительный процесс, она непрерывная. Это все знают. Это Америку мы не открываем. Но есть ряд законов, которые приняты попозже, которые запрещают нам бывать на строительном объекте один раз в год. И то мы должны его уведомить за месяц. Вот мы два года писали, мне носили предложение через Акимат, через Акима. Аким подписывал в агентство. Вот сейчас, в этом году, изменили. Нам ГАСКу изменили, имеется в виду, мы все-таки считаем, что мы очень хорошо поработали, доказали. Теперь мы без регистрации, без ничего можем на нужный момент пойти посмотреть. Контролировать ход строительства техинспекции придется на всех этапах и под страхом лишиться перспективной и прибыльной работы. Ведь сотрудники ГАСКа имеют право нагрянуть в любой час и день без предупреждений. Теперь, наши, если рад в год приходим, или там, значит, когда мы не можем же каждый день там бывать, технадзоры, если там накосячили, будем говорить так грубо, мы по имеющим законам не имели права его наказывать. Наказание такое, расторжение договора. Ну это разве наказание? Ну если мы расторгли, и все. А он это беззак. Мы два года тоже, 2009 года пишем, и принят закон. Сейчас технадзор будет наказан, будет лицензия приостановлена. Поправки в закон уже вступили в силу. Теперь контроль за ходом строительства будет полноценным. А значит, школы, детские сады, больницы и дома, построенные по госпрограмме, приобретут не только внешний лоск, но и качественное внутреннее содержание. Продолжение следует...